Телеканал «Настоящее время» Публиковал материал о даче и квартире начальника генштаба генерала Герасимова Не влезающих, как можно судить, в его декларации о доходах Официальный доход Герасимова и его жены с 2009 года около 31 миллиона рублей При этом городская квартира жены генерала, купленная в 2013 году, по оценке, стоит около 50 миллионов рублей Подмосковная усадьба Герасимовых примерно 135 миллионов рублей Настоящее время обратилась за комментариями в Миннападение С вопросом о том, на какие средства приобретена недвижимость главы генштаба Но ответа не последовало Эти разумные вопросы Коношенков именовал компанией в прессе против руководства Минобороны Ответьте на вопросы настоящего времени, Коношенков, по существу А мы сопоставим то, что вы сообщите, с приведенными фактами Российская армия впервые закупит боевые машины поддержки танков Или, как их еще называют, БМПТ-терминатор Первая партия новых учебно-боевых вертолетов поступила в авиацентр ВКС Тверской области Оснащение армии современными вооружениями стало сегодня одной из основных тем на заседании коллегии Минобороны В командовании прогнозируют, что в течение четырех лет современной техники в войсках будет не менее 70% Минобороны РФ определилась с 12 организациями, которые получат контракты на строительство объектов спецназначения без конкурса Якобы это поможет сэкономить время на проведении тендеров На строительство с 2018 по 2027 годы Минобороны потратит 1 триллион рублей Исполнителями заказов станут структуры, входящие в Министерство обороны Ситуация просто идеальная Получаешь деньги из федерального бюджета Сам себе назначаешь цены и сам на себе зарабатываешь При этом сам же контролируешь и расход денег, и выполнение работ И сколько федеральных средств при этом может быть распилено Известно только министру обороны Сергею Шойгу и его заместителям Принятое в ведомстве решение является продолжением внутренней политики Минобороны Которая пытается скрыть от посторонних глаз все, что в нем происходит Еще в 2014 году Главное управление обустройств войск, руководимое ныне замминистра обороны Тимуром Ивановым Приняло решение об отказе от субподрядчиков О приобретении профильных активов и включении их в это самое управление В результате была создана структура, внутри которой осуществляется все движение бюджетных средств И контролирует его Тимур Иванов Видимо, результат такой работы и возможных распилов пришелся Сергею Шойгу по вкусу А тут выделяют целый триллион денег Как упустить такую возможность? При этом задействуются все имеющиеся инструменты Было завершено расследование о хищении более миллиарда рублей Экс-заместителями главы спецстроя Александром Загорулько и Александром Буряковым Хотя сами военные чиновники хищения отрицают Они просто завышали стоимость строительства на 10%, которые, по всей видимости, и клали себе в карман А эти 10% шли не из бюджетных денег Роскосмос требует 14 миллиардов рублей с даль спецстроя Который входил в спецстрой и осуществлял строительство космодрома Восточный Курировал его экс-заместитель главы спецстроя Александр Мордовец А всего военные строители не могут отчитаться за 29 миллиардов рублей Потраченных при строительстве космодрома В 2011-2013 годах спецстрой возглавлял Григорий Ногинский Питерский миллиардер, сколотивший себе состояние на посту зама вороватого министра обороны Сердюкова Вот этот бывший министр обороны, это такая боль И мне кажется, вы его назначали И даже в последнее время по телевидению уже оправдывали Вот я бы хотела сказать, спросить вернее Что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя И как вернуть эти деньги, которые они уворовали Славянка это и прочее Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего они уворовали там? Уворовали, ну миллиарды Вы не знаете? Нет Нет, не знаю 5 июля 2017 года был уволен теперь уже экс-глава спецстроя Александр Волосов Из-за Горулька и Волосов работали с Шойгу в 1995 году в МЧС Если проанализировать ситуацию в Минобороны, то совершенно понятно, что там творится Массовые хищения на миллиарды рублей Откаты и взятки, о которых не раз писали СМИ Выполнение заказов без конкурса Все как в старые добрые времена А почему Сердюков получил место не в тюремной камере А в Совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации? Да все очень просто То, что он наворовал со своей женой копейки По сравнению с тем, что растаскивают по карманам нынешние силовики И посадить Сердюкова с Васильевой Значит создать прецедент для будущих посадок А так можно заниматься кражами в особо крупных размерах И после увольнения оказаться в каком-нибудь престижном совете директоров Многие уже видели домик министра обороны Шойгу за 18 миллионов долларов О нем целое расследование снял фонд борьбы с коррупцией А вот сам Шойгу снял, а точнее поручил бездарному пропагандисту Пиманову Снять на бюджетное средство фильм «Крым» Фильм Алексея Пиманова По Крыму Который сделан с нашей помощью Эту бредятину, якобы оправдывающую кремлевскую агрессию против Украины Талантливо высмеял Евгений Баженов На своем ютуб-канале Бэткомедиан Майдан Сам фильм является лучшим примером того, как можно спустить в унитаз 350 миллионов бюджетных рублей в попытке оправдать воровство века Мне, конечно, нравится то, что сегодня появляется все больше и больше фильмов про нас, про Россию и фильмов не черных Расист! Расист! Не знаю, что ли рыдать, то ли вешаться От всего этого, но хотелось бы, что этих фильмов было еще больше Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok